Левша сегодня не просто рынок, это уникальное арт-пространство. Киношники охотятся здесь за подлинными вещами для исторических фильмов. Дизайнеры приезжают за уникальными предметами декора и винтажной мебелью. Краеведы изучают быт прежних поколений. А самое главное, левша — это удивительное сообщество людей, коллекционеров и охотников за редкостями, ценителей антиквариата и просто любителей безделушек. В каждой из столицей мира есть свой легендарный блошиный рынок. Берлин, Париж, Буэнос-Айрес, Тбилиси. Такая блошка уже два столетия есть и в Москве. На этих развалах можно найти какие-то уникальные вещи, оказывается. Хотя зачастую люди просто приходят туда пообщаться. После рекламы я поговорю с продавцом блошиного рынка, с покупателем и народной артисткой Российской Федерации Ольгой Прокофьевой. Это программа «Мой район», и сегодня мы говорим о блошиных рынках столицы. В Москве расположен самый большой в стране блошиный рынок — в Молжанинском районе. «Левша». Оль, а вы помните свой первый визит в блошиный рынок? Когда и как это было? Да, наверное, помню. Благодаря подругам, которые очень увлечены и давно относятся к этому не как к блошиному рынку, а именно как к выставке. Слово «выставка» для нас это главное. Потому что всегда, потом мы переписываемся, началась выставка на блошином рынке. И мы, значит, все обзваниваем друг друга и собираемся. Для меня, как для актрисы, открылся совершенно действительно какой-то новый мир. И именно было общение, это знакомство с очень интересными творческими людьми. Они все наши россияне, прямо гордость, что вот это пошили. Я сижу в платье именно вот с блошиного рынка. Это милейший дизайнер, женщина, которая в стиле Бога это все шьет. И вот это украшение на шее тоже ее. И это был совершенно комплект, который я очень люблю, ношу, как называется, и в пир, и в мир. И это все благодаря блошиному рынку, такому, в общем-то, историческому названию. Может быть, кого-то отпугивает слово «рынок», может быть, кого-то отпугивает слово «блоши». Но на самом деле это выставка. А сейчас как все это организовано. Там серия кафешек, где вы можете прогуляться, с кем-то пообщаться, что-то себе приобрести, приобрести подарок. Это целый мир. Вот вы упомянули прилагательные блошины, которые, ну, кого-то может смутить или отпугнуть. А вам известно, почему эти... Ну, насколько мне известно, вообще-то французское было слово. Сейчас точно не скажу, как оно как-то в два слова. А в переводе это барахолка. Ну и почему блошины рынок действительно... Вначале эти рынки организовывались, продавали в основном старую одежду. Старую одежду... Понятно. Да, конечно, потому что она была немножко изъедена молью. Ну, я говорила про 17-й век какой-то там, я не знаю, 18-й. Поэтому вот как бы это рынок поношенной одежды, в которой уже погуляла моль или, может быть, пробежала блоха. Поэтому вот такое появилось название, по моим сведениям, блошиный рынок. Ну, рынок, оно более такое яркое слово, хотя какой-то очень известный, то ли американский журнал даже опубликовал в каком-то году, в 12-м, обязательное посещение 12 блошиных рынков мира. То есть это уже рекомендация очень солидного журнала. То есть потому что это не покупаете вы дряхлую одежду, а это именно уже просто какое-то наслаждение какими-то очень интересными, историческими, скажем так, как музей. Музей, выставка. Вот для меня эти слова сейчас даже, как сказать, интереснее. Иван, то есть вас можно как профессионала назвать музейным работником. Да. В безвестном смысле. Вы видите, условно говоря, по другую сторону баррикады. Я так понимаю, что вы профессиональный продавец. Да, все верно, я продаю на рынке. А покупаете вы тоже там же? Нет, я покупаю на аукционах в Европе. Это началось с моего влечения, с хобби, с шахмат, и переросло в то, что я езжу на рынок почти регулярно, почти каждые выходные. Уточню, вы их покупали, потому что коллекционировали? Да, потому что коллекционировал. А играете сами? Немножко. Так. Хуже, чем коллекционировали. А коллекционируете основательно. Так. У меня на аукционах я покупал шахматы редкие, а часто там продаются шахматы и с чем-то там. Коробка посуды, коробка каких-то железных вещей. И у меня это копилось, 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 копилось. И все сухкором на меня смотрело. В один день я все погрузил в машину, приехал на левшу, купил билет, поставил на стол, и у меня все купили. И так я попал на левшу, стал продавать сал. У вас там есть какое-то постоянное место, где... Как вообще? Я ни разу не был на Блашином рынке, я об этом не писал. Там какая-то есть точка, условно говоря. Бегом, бегом же. КОНЕЦ